В перерыве мы играем в игру. Можете поучаствовать, сейчас вам понадобится отгадывать, что мы рисуем. Да, мы будем рисовать, мы будем рисовать. Будем рисовать мафломастером на белом листе бумаги. Начинаем. Снежок здесь постоит. И я рисую первый рисунок. Кто первый отгадает, тот... У вас хорошая белая гладь. Хорошая, да, хорошая гамма. Рисуем. Я рисую что-то, а вы отгадываете. Игра очень простая. Рисуйте со мной или отгадывайте. Пишите, что я рисую. Я сейчас нарисую часть рисунка, а вы попытаетесь отгадать, что это такое. Вот так я нарисовал. И уже сейчас можно отгадывать, что это такое в конце у меня будет. Всем привет, кто присоединяется. Сейчас у нас игра угадайка. В перерыве. Меня зовут Ваня. Я рисую на канале Рыбакит. Кто не знаком, тот приходите, знакомьтесь. Вместе будем рисовать сегодня и завтра целый день. Жду первых ответов, что же я рисую сейчас. Это простая игра, но отвечать надо быстро. Если возможно, то у вас есть желание. Парусник. Да действительно может быть. Снегирь. Воздушный шар. Возможно. Давайте посмотреть, что дальше. Вы пишите, а я, конечно же, буду читать. Так, дальше. Что я рисую дальше? Дальше я рисую вот это вот. Раз, два, три. Вот так вот. Ага, корабль. Эх, да. Я понимаю, мамы собрались. И, может быть, отгадывают не всегда ребята. Но постарайтесь вместе с ребятами отгадывать, что же я рисую. Смотрите, я нарисовал полукруг, как луну. После этого немножко намек, что это вода, конечно же. Теперь я нарисовал здесь у меня это флаг. И, конечно же, мачту. Рисую мачту. Рисую я фломастерами, утолщенными от гаммы. Простые, яркие, сочные. И, конечно же, рисую вот такой вот парус. Знаю, что у парусника бывают и треугольные паруса. Его тоже нарисую. Вот такой у меня парусник получился. Рисовать легко. Для начала можно рисовать линейные рисунки. Такие линейные рисунки я стараюсь показывать ребятам, как и что рисовать. Именно такая игра. Угадай-ка. На канале можете посмотреть. Сейчас присоединяйтесь. Спасибо. Пожалуйста, рисуйте. Сейчас будет следующая загадка. Следующая загадка. И по возможности дайте отгадывать ребятам, чтобы они немножко поэкспериментировали, поузнавали, что же это такое. Следующий я возьму коричневый. Сложное задание. Следующий будет. Отгадать будет сложно. Нарисую вот это. Уже сейчас можно писать. Уже сейчас. Так, лодка. Круто. Лодка. Нет, не лодка, не круто. Но пока что не лодка. Следующая так. Рисуем так. 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 Итак, уже можно отгадывать. Уже можно писать, что же я рисую. Интересная игра. Угадай-ка. Рисуйте и угадывайте, что это такое. И вот еще можно вот так нарисовать. Вау и вау. Уже трудно отгадать. Я согласен. С первых моих движений отгадать, что это такое трудно. Дом. Возможно дом. Давайте дорисовать дальше. Один ответ есть. Ну, как бы мне пишут. Я читаю. Продолжаю рисовать дальше. Рисуем дальше. Рисуем вот такую штучку. Вот тут вот такую штучку рисуем. А здесь рисуем вот такую штучку. Вот так. Здесь как раз воображение дерева. Может быть дерево. Но оно такое какое-то. Да, дерево. Гном. Зонт. Возможно. Рисуем дальше. Мне нравится, что наконец-то, может быть, и мамы не всегда угадывают. Зовите папу. Знаете, папа может угадает уже даже сейчас. Зонт. Вот пока пишут зонт. Зонт. Да. Вероятно, что зонт. Давайте посмотрим, что получилось. Дальше. Я точно не помню, что я рисую. Нет. Я, конечно же, помню. Игра забавная. Мне она нравится. И я ее часто играю с ребятами. Интересно. Интересно играть. Что это такое? Маяк. Возможно. Да. Он как бы светит. Маяк. Вот это маяк. А это волны и какие-то разбегающие. Может быть. Давайте, давайте посмотрим. Я, конечно же, честно, специально пытаюсь запутать вас. Но я дал основные намеки с самого начала. Так что можете уже дом Дед Мороз. Трактор. Возможно. Трактор, конечно, близко к истине. Но пока что это не трактор. Вот такая штука. Трактор. Продолжается. Велосипед. Трактор. Давайте. Я рад, что вы не отгадали. Ну, с самого начала, по крайней мере. Но я думаю, сейчас-то вы сможете отгадать. Что это такое? Многие ребята меня часто просят это нарисовать. Это не урок рисования. Нарисовать так, как я сейчас. Конечно же, сложно. И ребенок не может рисовать отдельной части. Но он может узнавать, к примеру. И это тоже такая игра, которая помогает развиваться. Что это такое? Это машина. Я рисовал машину. Машина. Необычная животная машина. Похоже, да. Машина называется Монстр Трак. Я понял, что сейчас в эфире много мам, которые смотрят нас. И, вероятно, они не знают, что такое Монстр Трак. Ребята, мальчишки, они много раз меня просят. Нарисуй Монстр Трак. Я рисую его часто и много. Вот это Монстр Трак. Вот так он выглядит. Примерно так. Может быть, я чуть-чуть не точно рисовал. Я рисовал грязь. Я нарисовал машину. Я нарисовал колеса, как у трактора. Вот так выглядит Монстр Трак. Вот так, как я его рисую. Вот так примерно. Он, может быть, не закрашен. Но можно закрасить. Сегодня линейные рисунки. Сейчас я рисую для того, чтобы мы отгадывали. Трактор. Джип. Да, примерно это джип. Это Монстр Трак. Я рисовал Монстр Трак. Следующая загадка. Через одну секундочку начну рисовать. Следующую загадку. Интересно, отгадаете ли вы ее? Это будет сложная загадка. Возьму другой фломастер. Это игра в перемешку. Это не считается даже нашим рисованием. Мы просто хорошо проводим время. Если у вас есть это желание, приходите, рисуйте со мной. Джип. Да, это был Джип. Давай рисовать следующий рисунок. Угадай, что я рисую. Пиши, что я рисую. Я рисую вот такую штуку. Я думаю, может быть и девочки в этот раз. Побыстрее отгадать. Вот такую штуку рисую. Что это такое? Я знаю, что многие уже на этом этапе стараются отгадать. Уже на этом этапе можно немножко отгадать. Уже постараться, по крайней мере, отгадать. Так. Я даю вам время. Несколько секунд. Если у вас есть желание, то пишите и участвуйте в нашей игре. Игра простая. Нужно угадать, что я рисую. Ну, здесь нарисую вот такую штучку. Здесь такую штучку нарисую. Так. А здесь нарисую вот такую штучку. Что же это такое? Паровоз. Замок. Замок и паровоз. Да. Башня. Может быть башня, но башня, мне кажется, выше. Конечно же, я рисовал. Сейчас узнаете, что это такое. Давайте поезд. Поезд. Многие отгадывают. И мальчишки пришли. Мальчишки, привет. Не уходите далеко. Участвуйте с нами. Ну, ладно. Давайте так. Все-таки, да. Это более простой вариант был. Я рисовал паровоз. Вот так он выглядит. Примерно так я рисую паровоз. У него есть колеса большие. Их можно нарисовать. У него есть колеса маленькие. Оси. И, конечно же, есть поршень, который толкает колеса. И у нашего паровоза есть большая такая погода. Рубка, рубка или как это можно назвать. Конечно же, труба. Трубу я нарисовал, потом не нарисовал. Для того, чтобы вы подгадывали. Вот так я рисую паровоз. Примерно так паровоз. Хорошо, что вы отгадали. Паровоз был. Да, паровоз Томас. Да был не Томас. Но все-таки хороший вариант. Сейчас будем еще одну отгадывать. Игру. Не уходите далеко. Еще будем играть, отгадывать. И, надеюсь, что-то прикольное придумаю сейчас. А сейчас я иногда делаю намеки на то, что я рисую. Сейчас я просто рисую. Потому что я смотрю. Ребята смышленые оказались. И трудно что-то придумать. Такое, что они не отгадают. Но я постараюсь. Давайте сейчас паровоз Томас. Да. Давайте еще одну просьбу. Играем в угадайку. Я рисую вот так. Что это такое? Кто это такой? Что это такое? Вы можете отгадать прямо сейчас. Вот так я рисую. И вот так. Я думаю, уже можно отгадывать. Уже принимаются, 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 принимаются уже вопросы, ваши ответы принимаются. Приходите, пожалуйста, и попробуйте отгадать, что это такое. Или кто это такой? Паровоз Томас Кот. Похож, может быть, да? Здесь, похоже, усики, да? Еще нарисую здесь вот такую штуку. Я не нарисовал. Добавляю, да? Ага. Котик. Второе. Котик, котик, котик. Возможно, да. Ну, почему у котика вот эта вот штука длинная? Догадайтесь, да? Так, рисуем дальше. Я думаю, здесь нужно так хитро нарисовать, чтобы вы не сразу нагадались. Все-таки хитро. Ну, давайте так. Я рисую, да, вот так вот. Раз, раз, раз. Кот, белка. Вот уже белка. Уже интересно. Белка, белка, белка. Давайте так. Да, действительно, это животное, это зверь. Зверь. Мы нарисовали зверя. Пока вот уже белка. Второй раз белка, белка. Третий раз еще кот. Кот. Похож на кота, я согласен. Похож. Но мы рисуем не кота. Так. Дальше. Как же так нарисовать, чтобы вам было удобно отгадывать? Рысь. Сберлыш. Рысь. Рысь. Может быть и рысь, да, с такими штуками. Ну, давайте так. Следующий. Я нарисовал глазки. Нарисовал глазки. Здесь нарисую грудку. Вот так рисую. И вот так рисую. Догадывайтесь, кто это такой? Догадались ли вы с первого раза, кто это такой? Белка, белка, рысь. И я смотрю. Вероятно, мои... Такой печальный получился. Мои художественные навыки, вероятно, не помогли. И я неправильно рисовал зайца. Потому что многие отгадывают, что это заяц. Он с такими ушами, длинные вот эти пупочки. Они как бы больше похожи на зайца. Но я рисовал зайца зимой. Зимой и летом. А, нет. Одним цветом это про елку, да. Заяц, да. Заяц, заяц, заяц. Да, действительно, это заяц. Еще играем или же начинаем рисовать. Как вы считаете? Еще кого-нибудь нарисуем такого, чтобы вы отгадали. Я угадал. Спасибо. Молодец. Ты отгадала. Молодец. Это сложная игра была. Сложная. Я рисую еще одного. Еще один рисунок. Угадайте, что это такое. Или кто это такое. Я подсказки даю рисованием. Вот так. Кто это такой? Ага. Играем. Играем. Хорошо. Еще у нас есть несколько минут до следующего моего эфира. Где я буду рисовать открытку. Сейчас открытка у нас через 5 минут начнется. Так что приходите, рисуйте со мной открытку. Она такая суперская будет раскладушка. Давайте порисуем просто. Давайте действительно порисуем. Еще один рисунок и порисуем. Кто это такой? Или что это такое? Пока непонятно. Но я думаю, что многие могут догадаться, кто это такой. Так. Кошка. Опять нарисуйте лошадь. Давайте. Лошадь. Отлично. Это не лошадь. Но это очень такой небольшой зверек. Который видать... Ну не кошка. Немножко похож на кошку. Но кошки часто его нюхают. Я так подсказку даю. Так. Рисуем еще подсказки. Такие еще подсказки. Немножко подсказок всегда не помешает. Всегда не помешают подсказки. Так. И я вижу уже кто-то ответил правильно. Мандарин. Конечно же это мандарин. Ребят. Я рисовал яблоко. А сейчас я рисовал... Смотрите. Дальше продолжаем рисовать. И немножечко вот таких колючек. И у нас выходит... Ёжик. Колючки во все стороны рисуем. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. И вот ёжик готов. Интересная игра. Она так же арт. Я ее называю. Арт-игра. Угадай-ка. Когда мы вместе рисуем. Я рисую. Часто и ребята рисуют. Загадывают для меня. Мне сложно отгадать, что мои дети мне загадывают. Но я рисовал сейчас ёжика. Такого простого ёжика, который пошел за яблочком. Я первая. Спасибо, что ты первая. Давайте через 5 минут начнем рисовать нашу открытку. Открытка будет новогодняя. Фломастерами. И супер-супер яркая. Супер креативная. Возвращаемся к рисованию. Привет, ребят. Снежок. Мы нарисовали. Недавно и склеили такого вот снеговика. С ним можно играть и весело проводить время. Крафт вы можете посмотреть в сторис. И посмотреть все эфиры. Сохранятся на ютубе обязательно. Приходите, рисуйте. Сегодня у нас конкурс. Целый день рисовать со мной. Рисуйте. Придисылайте свои сторис. Сделайте сторис. Пишите имя ребенка. Возраст. И гамма-раша. Чтобы мы увидели и вашу сторис себе взяли. В конце эфира я нарисую. И что нарисовать обязательно пишите на сторис. Все правила в сторис видно. Есть отдельная. Так что написала, что ежик. Да. Да. Отлично. Через минуту начинаем делать открытку. Супер яркую открытку. Супер яркую открытку. Вот такую открытку. Приходите. Продолжение следует. Продолжение следует...